Всем большой привет! Вы на моём канале, меня зовут Наталия, и мы сегодня в Казани. Сегодня, наконец-таки, наше путешествие вновь. Мы собрались. Вот мои вещи. Рома уже всё вынес, еду и так далее. Вот робот-пылесос, о котором я говорила в предыдущем влоге. Так, сейчас я дособираюсь. Выхожу. Ну что, притягиваем на дорожечку, так сказать. Присели, всё. Так, я взяла с собой вот такую шляпу, хочу пофотографироваться. Блин, ладно, неудобно снимать, потом досниму. Так, мы вновь начинаем наше путешествие. Сейчас забираем наших попутчиков. Набрали с блаблакара людей. Кто-то до Кирова, кто-то до Летки. И, получается, с Кирова мы, возможно, вообще вдвоём поедем, да, до Казани? Возможно, если никуда не покинуться. Уху! Наконец-то мы куда-то уедем погулять. У нас насыщенная программа, или нам вообще плевать? Нам вообще плевать. Мы будем просто отдыхать, да? Просто, да. Хорошо. И тратить бабусы. Ну, тысячу взяли на четыре дня. Да. Тысячу хватит, да, я думаю? Должно хватить, да. Еду с собой взяли. Ну, сто рублей в день на еду. Думаю, да, хватит. Выживём. И считай, на шмоточки ещё хватит. Хватит. Наски поделим. Ладно, поехали. Итак, наш сегодняшний обед. Мы уже проехали Киров. Высадили двоих... О, нет, здесь. Уже высадили двоих людей. У нас была женщина с ребёнком. В принципе, вообще хорошо доехали. Но очень-очень долго. И прям, ну, типа, максимально как-то долго. Короче, мы уже проехали Киров. И сейчас будем отбегать. Что у нас на кропе? Так, открываем багажник. Убираем. Так. Это мои тупы. Это важный. Я взяла с собой пиджак. Думаю, хочу, чтобы он не помялся. Рома. Итак, я убрала свой пиджак. И сейчас мы достаем наш пазун. Как говорят по коме. Так. Мы берём помидоры черри. Хлеб это остатки. Не знаю. Хватит, не хватит. Чай в термосе. Не знаю, насколько у меня хорошо видно или не видно. Сейчас Рома придёт. Как же было вас поставить? Куда бы вас поставить? Ладно. Короче, дальше. Бананы. Два банана уже Рома съел. По дороге. Листья салата. Огурцы. Ещё помидоры черри. И целая кастрюля. Рома, можешь объяснять мне? Так. И целая кастрюля. Вот догадайтесь, чего. Пельмени. Вот что может быть у нас в кастрюле. А вот чего. Я сделала с утра бутерброды. Бутерброды. Чёрный хлеб. Творожный сыр. Творожный сыр. Потом вот листья салата. Бекон. А на бекон петрушку и огурчики. И сверху всё. Яйцо жареное. Так что сейчас будем есть. Приятного нам аппетита. Итак, вот мы едим. Вкусно бутерброд полкилз. Да, скажу. С яйцом. Ммм. Прям полезный. Из вредного прям таким. Тут бекон только. Лучше, чем сровануться котлетой. Угу. Смелки. Смотрите, поля какие уже зелёненькие. Ромашка. Наш стол. Ладно, будем есть и выдвигаться дальше. Так ярко, кстати, Рома. Прям яркие такие цвета классные. Потом вот посмотришь. Итак, ребята, мы отобедали. Мы сейчас взяли с собой в машину. Ну, в смысле, к себе положили помидоры черри, огурцы и салат. Будем по пути. Есть. Вот у нас банан ещё лежит. Вот он там вот. Банан. Прячется. Ну, поехали. Рома, 120 гони. Сто. Ладно. Погнали. Итак, мы уже подъезжаем к Казани. Осталось у нас по навигатору 76 километров до места нашего пребывания. Будем мы с семьёй у родственников Ромы. Они нас любезно согласились принять на пару дней. Сейчас мы стоим в пробке. Я так понимаю, пробка, я думаю, что на минут 20 сдержится. Либо на час вообще. Как ты думаешь? Да, да, да. Вообще мы не двигаемся, просто стоим. Очень-очень. Вот. Уже, кстати, дорога проходит легче, если до Кирова вот мы хотели спать. У нас ещё какой-то, видимо, очень хороший человек сегодня разбудил в 4 утра. Мы выезжали, получается, мы выехали с Сыктывкара в 6 утра. То он нас разбудил где-то в 4, да? Ага. И типа, возьмите меня, пожалуйста, с собой. И в итоге сам не пришёл. Всё. Мы его немного вот подождали. Он мне отвечал на наши звонки, смс-ки и так далее. И мы думаем, ну, извиняйте. Сейчас вот едем. Я уже успела переодеться вот в рубашке. Ой, в рубашке, говорю, в футболке, потому что достаточно так тепло. Мне кажется, у нас лето такое. Ну, типа, прохладный ветер и тепло. Ну, нет, тут даже ветра что-то нет. 20 градусов и жара. Ну, мы бы даже выходили с машины. Ну, нет, ветерок такой, типа, прохладненький есть, но он как бы такой. Ну, вот летом у нас такое бывает. Ну, как бы хорошая погода. Ну, да, я думаю, можно даже загулять. Не знаю, конечно, как мы сейчас гулять будем, но вот я думаю, надо будет, не знаю, одеться, может. И с собой взять ветровочку и всё. Вот мы стоим, да, сколько? Вообще не двигаемся. Просто стоим. Угу. Вот так вот. У нас тречка едет. Да. И это у них, кстати, каждый год. Мы же каждый год на такую пробку попадаем. Ты помнишь? И именно в каком-то таком же месте. Да? Да. Ну, короче, можно лететь, быстро ехать, но всё равно при въезде в город встанет. Ну, не скажи, ты будешь первым. Первым. Так же встанешь, будешь стоять. Ну, раньше же всё равно приедешь, по факту. В смысле нет. А то Рома гнал сегодня, знаете, сколько? Очень быстро. 85 километров в час. Мы ехали до Кирова 6 часов. Вот такая вот пробка. Кошмар. Включаюсь к вам спустя час в пробке. Алиса нам говорит, что в пробке стоять 3 часа. Алиса! В пробке сколько будем стоять? Алиса? Интернета, видимо, плохой. А, скорее всего, из-за этого, да. Интернета нет. Интернета нет. Даже просто в телефоне посетить. Еды нет, интернета нет. Еды я как-то не переживаю по этому поводу. Но то, что мы вот так вот стоим в этой пробке, уже час, даже больше, час-пятнадцать, наверное. Это жёстко. Это просто жесть. Такое ощущение, что с той стороны, вот покажи, просто как будто по блату едут. И едут, и едут, и едут, и едут. Если там светофор, то мне просто интересно. Этот светофор что, блин, по часу зелёным горит? Вот те едут, мы стоим. Это просто вообще какой-то вот кошмар. Я не собираюсь переезжать в большой город. Я не хочу в большой город переезжать. Потому что вот это вот всё мне не надо. Взял эту штуку, подходи сюда. Здесь сенсор. Сейчас, подожди, пена пусть этот пропитает автомобиль. Три минутки. Потом ты нажимаешь вода, и водой надо всё это смывать. Вода где? Вода. Просто холодная вода. А там кнопочка прям с нажатием? А у нас автоматом, да, идёт? А вот рычаг есть. Автоматом идёт? Что? Ну и... А вот сильная отдача? А я не знаю, я только пеной покадел. Ну всё? А потом я это выключаю, да? Сам-то делаю. Короче, мы приехали на мойку за сколько километров до Казани? Десять. Около десяти, да. Да, на везде. Потому что при езде на трассе, мошки, бабочки тогда попадаются на это. И чтобы они не засушились на капоте, их нужно сразу смыть. Поэтому мы после трассы всегда заезжаем на мойки осаунд суживания. И за сто рублей. За сто рублей. И чтобы помыть, всё? Так. Ну давай пробуем. Сейчас. Так. Холодная вода. Нажал. Так. Мы в Казани. Помыли машину. Взяли небольшое количество вкусняшек. И сейчас едем к родственникам Ромы. Тут такое, конечно, вождение. Прям опасное по сравнению с Сыктывкаром. Не сравнится, да? Ну да. Быстро все летают. Я так устала. Я вообще уже ужасно устала. У меня попа, во-первых, устала сидеть. Ой, так хочется есть. Не знаю, мы, наверное, заходить уже есть не будем. С Ромой сразу же к родственникам поедем. И что? И может сегодня пойдем гулять, может не пойдем гулять. Непонятно. Мы решим по ситуациям. Но сейчас уже время 8 часов вечера. 8 часов вечера. Офигеть. Офигеть. Ну даже красиво тут так вечером. На машине как будто прокатились по вечерней Казани. Тебе нравится? Да, вообще шикарно. Я прям все, я прям устала. А если ты сейчас еще поешь, это будет просто вообще, да. Ты сразу же такой раз, 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 и все, и тебя вырубит. Смотри, какой модный Казанец, серьга. У нас тоже такие модные вообще-то есть же. Да? Конечно. О, мы даже не заметили, что перед нами брат стоит. НХ. А мы РХ. Ладно, посмотрите, какая атмосфера царит в Казани. Тачек крутых пока не было. Только Maybach. Ну я вообще-то видела Мустанг. Мне вообще-то нравится. Бау, все такое. Так, мы что, прямо едем, да? Да. Шоу воды, огня и света, фонтан. Цирк. Ладно, увидимся. До новых встреч.